и снова всем привет на канале олег нестеров брест снова мы ведем свою передачу соус хвост говорю вообще крышняк ей с озера мичиган вот и сегодня у нас день обещает быть полным таким насыщенным то есть мы хотим как это бампер да покрасить бампер то есть сколы убирать будем за грунта и что не уберем то будем дошпатлевывать и будем красить дверку на машине дверку будем переходом покраски и лаком заливать ее полностью здесь у нас стоит дилемма покрасить нам на машине или все-таки снять то есть я больше предложу хочу на машине но на машине очень много будет обклейки наверное мы снимем все таки это будет быстрее короче посмотрим мы еще не выбрали ну адрес дядя леша с утра сегодня вообще но для заряда бодрого и хорошего настроения как у тебя леша с утра как всегда тут врач милиционером дерутся я чё-то растерялся куда позвонить старый смешной а теперь тема дня заставка как вы видите бампер у нас покрыт черным вот этим это у нас является проявочным слоем как бы еще повторюсь наш идет все на него внимание обращают пошел охотиться ну так вот проявочный слой служит очень хорошим средством для выявления всяких мелких сколиков царапин и неровности как работает он то есть мы покрыли грунтом да грунт залился у нас во все там щели и мы покрываем сверху проявочным слоем проявочный слой можно использовать как грунт другого цвета так и краски какие-нибудь металлики не обязательно металлики быстро сохнущие краски почему вот я беру металлик потому что у меня остается можно грунт другого цвета потому что он быстро высохнет и потом не будет забивать шкурку если вы акрилом допустим там намажете еще чем-то волкидной какой-нибудь краски он будет просто забивать шкурку то есть проявочный слой стирается весь так что не надо переживать за то что чем много в этом намажьте или нет его нужно только припылить он попадает во все щелки которые только могут быть во все царапинки во все поры и когда вы затираете вам проявочный слой покажет все ваши костяки все ваши недочеты все неровности и вам будет их просто легко убрать я уже не раз говорил о проявочном слое но решил повториться но решил повториться потому что часто задают этот вопрос чего ты начинаем затирать я беру шкурочку 800 и вот так вот провожу как видите у нас вырисовался весь апельсинчик не надо нажимать как бы грунт встрется хорошо и вот такими движениями начинаю вытирать и вот сразу мы обнаружили такой сколик то есть чтобы его убрать просто трем по плоскости давай также трем по плоскости захватываем другую плоскость то есть не на одном месте а захватываем другую плоскость и стачиваем слой грунта грунта мы навалили тут хорошо то есть такой сколик вполне должен убраться только трем не именно сколик а вокруг сколика чтобы сточить плоскость вокруг сколика ну и как видим сколик у нас ушел ну и сразу еще один вопрос возник вот юра задал вопрос горит как вот эти углы перед с этим могут все столкнуться вот он протер по прямой как бы он правильно сделал с выходом сюда не загибая здесь по прямой теперь просто чтобы вот этот уголок не надо его вот так точить просто вот так вот сворачиваем с каждым махом вот так раз смотрим внимательно раз такой раз идем идем по прямой и вылит идем идем по прямой и вылит смотрим и с другой стороны аналогично вы делаете с вылетом по прямой у вас получается что вы ровненько вытираете эту поверхность не нарушая ее равномерности и также тут протерли тоже как бы крестовыми движениями и пошли получается а ты левшайвер смотрю все левой рукой думаешь тогда тебе учиться неудобно когда показываешь что тебе учиться тогда неудобно я видишь с другой стороны встаю в принципе не на тот же да только вставать по-другому ну еще один прием раз уж прошла такая пьянка сложные формы это как поворот ничего тут сложного нету поворот же прямой да у вас как бы гуляет клоцик но вывод плоскости подставили и пошли то есть также крестом вытираете также крестиком можете вдоль так то есть поверхность у вас выровняно и переходите на кресты иногда то есть также все вытираете тоже плацико маки можете помельче делать можете вот так вот круговыми движениями как вы видите все отлично вытирается и шпатлевку также трем то есть вот здесь вот у нас тоже такая непонятная форма здесь мы тоже вот так вот не трем трем вот эту поверхность и потихонечку у нас клоцик сам будет заезжать на эту поверхность смотрит вот видите я затираю я как бы тру вот эту часть но краем попадают залетаю на эту часть и она у меня затирается теперь я иду с этой части держу ровно по этой части также у меня клоцик вылетает и стачивает эту сторону и здесь уже как я показывал шкурочку меняем не даем ей сильно засраться потому что это может привести печальные последствия здесь у вас засралась шкурочка под шкурочку может попасть скатанный грунт этим скатаным грунтом вы будете водить по замытой уже поверхности которого с приготовленной уже к покраске и просто нацарапаете вполне возможно что это затрет все уберется но это будет лишняя работа так что вот так весело и непринужденно как Юра с любовью трем бампер работа не пыльная и легкая сложная Юра нет ну это все видите ничего сложного грунт мягкий трется хорошо но это не самый мягкий грунт на этом грунту поменьше просадами на мы брали вот такой новом 4 к 1 хсовский неплохой грунт ну немножко конечно твердоватый но как бы по заметкам просадов у него практически нет как разводить грунт вот здесь вот написано вот значки видите вот шкала значит 4 части у нас идет это этого вот этого одна часть идет у нас отвердителя и растворитель наливаем до нужного нам состояния многие вот путают говорят я разбавил 4 к 1 грунт вообще никак через пистолет не течет правильно потому что он густой когда вы разведете его 4 к 1 с отвердителем он будет очень густой но когда вы добавите в него разбавителя да разболтаете то он ну доведете его до нужной вязкости каким какой вязкостью вам удобнее красить все разными дюзами красить кто 1.8 кто двойкой кто полтора кто 1.7 кто 1.4 я даже вот 1.4 иногда делаю но чтобы меньше дюзой делать конечно у вас будет и апельсин поменьше чтобы меньше дюзой делать его нужно жиже разводить и фильтровать после чего его накладывают тонкими слоями чем хорошо тонкими слоями накладывать это тем что он у вас получается межслойную сушечку делаете и у вас получается слои тоньше но много их они получаются плотнее то есть тоже меньше просады как-то так пока Юра трет так немножко приколимся разговоры детишек да маленькая девочка попала в деревню первый раз бежит из сарая к маме говорит мама мама пойдем я тебе че покажу так шо такое доча блин там маленькие пять поросят надувают свинью свинья уже стала большая прибольшая ну вот Юра уже как бы процесс заканчивает скоро дотрет ну еще как бы много сетей не торопитесь главное в этом деле не торопиться машинка тоже ждет своей участи ну еще как бы повторю для новичков кто недавно попал на мой канал то есть у вас могут возникнуть много вопросов которые вас интересует и на которые уже как бы даны ответы краткий на моем канале есть такая папочка то есть плейлист называется на блиц ответы на часто задаваемый вопрос там то есть на один какой-то вопрос есть краткий ответ смотрите по названию начало у роликов везде одинаковое так что не пугайтесь сделано это для того чтобы ролики все-таки уйдут в интернет да и непонятно что то за дядька выскочил что-то там сказал и убежал поэтому небольшое пояснение идет перед роликом если вы смотрите несколько роликов просто там начало одинаковое просто проматывайте и все и смотрите саму суд ну как то вот так подписывайтесь на рацию на рации у нас очень познавательно на рации много и специалистов и начинающих и электриков и в разных специализациях даже возьми компьютеры и те то есть на рации адекватная компания много модераторов поэтому неадекваты все удаляются так же как и я с канала удаляю всех неадекватов для того чтобы вам было удобнее на нем общаться чтобы вам никто не мешал поэтому как бы неадекватов я удаляю ну их не так и много там 130 человек по моему на все 41 тысячу практически да ну как то так как на рацию подписаться я дам в описании под видео смотрите и что это такое вообще то есть вы можете из гаража прямо скачав рацию на телефон да сейчас на любой платформе он скачивается на компьютер не только пообщаться но и если у вас какая-то проблема возникнет то спросить какого-то совета прямо на рации я тоже выхожу на рацию тоже бываю на рации то есть канал называется также Олег Нестерев-Брест на рации зло приглашаю всех вы увидели меня убежали куча мальков тут рыбы море это молоднячок сейчас мы их покормим дядя Олежа добрая душа животину подкармливает будем скоро ловить ну караси уже вот такие вот ну это один большой такой вид в основном вот такие мужичок ловит ты рыбу ловил здесь, не? нет сосед не ловил, а там с тех гаражей мужичок постоянно ловит котейку кормит ну и как бы такая небольшая информация все уже наслышано о нашем чудо-шахматисте то есть он начинает надоедать и моим подписчикам ну не знаю как он сорок одной тысячи напишет ну по крайней мере пишет с кем я часто общаюсь дает ссылочки там на это видео ну там его в том видео его уже засрали капитально но не в том дело то есть если он вам надоелось если вы его хотите удалить вот я дам ссылочку на втором канале есть видео как удалить тролля навсегда то есть его с легкостью можно удалить и дядя Олежа у себя уже удалил то есть он мне и уже и мне не может писать ну просто надоел то есть нам работать надо нам не до него будем делать веселые и позитивные уже они пусть себя там кусают в общем продолжаем ну и как вы видите ничего все таки сложного как бы есть люди которые профессионалы да там работают на дилерских компаниях которые работают с сатами хератами споттерами есть которые недовольны говорят вот дядя Олежа одним клоциком там и без машинки там нету никакого оборудования делать в гараже тем интересно то есть мы не вбиваем много денег не нужно ведь какая разница поедете вы да из Сибири в Москву на Мерседесе или на Жигулях вы все равно доедете до этой точки на Жигулях даже вы скорее всего быстрее доедете потому что бензин оставляет желать лучшего дороги а Жигули блин сила воли плюс характер она вас довезет по любасу при том что если водитель нормальный а если водитель ненормальный и на Мерседесе далеко не уедешь ну то есть в принципе какие тут многие спрашивают какое оборудование нужно ну во первых нужен сварочник да ченька у дяди Олежа два один такой один такой то есть этот старичок хороший мне он нравится то есть МИК 185 Power Mat так он уже у меня 4 года без всяких проблем я им работаю то есть очень нравится еще спрашивали у меня какой же у тебя редуктор у меня обычный кислородный редуктор не знаю работает уже ну это третий год который с аппаратом шел я его разбил упал баллон у меня то есть баллон баллон у меня уже год баллон год уже как бы я не сильно много варю не люблю я просто гнилья не беру варю по мере надобности что еще ну домкрат нужен такой у меня большой ну есть там еще и малый домкрат козелки то есть машинка есть но машинкой я не пользуюсь практически болгарка вот такая болгарка самая дешевая ну одна из самых дешевых то есть с регулируемыми оборотами но скажу сразу обороты здесь регулируются но не стоит болгаркой полировать часто ошибка многих думают уберу обороты и буду полировать если вы все таки не хотите вручную полировать у каждого дома я думаю есть дрель на дрель на дрель есть специальные насадочки если вы не найдете такую дрель ой такую насадочку насадочки бывают в новоловских прям в коробке с кругами идет насадочка вот сюда она прикручивается да резьба вот такая и там шток который вкручивается в саму дрель и у вас будет круг просто вот так полировать но не очень удобно ну и дядя Олежа когда денежек не было и начинал работать вполне нормально справлялся дрелью и полировал тут главное не торопиться еще есть и такая ну я работаю только где-то металл много надо отрезать и в хорошо доступном месте потому что вот здесь кожух стоит если много резать то чтобы уже не уклоняться с кожухом дядя Олежа работает не думайте что дядя Олежа такой обезбашенный и все время работает без кожуха нет то есть вот такая болгарочка тоже по мощности меня она устраивает то есть единственное очень неудобно вот эту кнопку пока вдавишь ее защелкнуть очень выводит из себя полировочная машинка вот как бы параметры смотрим у меня потому что часто задают вопрос 230 на 50 герц от 600 оборотов до 3000 оборотов 2400 мощность неплохая машинка то есть вот есть регулировочка кнопка тоже очень удобная можно также и зафиксировать то есть машинка идет с разгоном она не сразу включается постепенно включается тоже недорогая машинка но удобная это валера то есть название его спидвей вот как видите тоже очень хорошо красит немного засран снаружи но чистый внутри это лучше чем засран снутри и весь намыть снаружи такой валет тоже очень хороший очень мне нравится лак ложат вообще изумительно и пистолетик 0.8 то есть если кто будет брать именно вот этот пистолет не берите не рекомендую вот такой я даже не знаю что тут название не вижу но именно вот такой не берите плохо раскидывает если базу вы еще и можете накидать лак вообще ужасно кидает да и базу если честно бывает что в цвет не попадает вот недавно мы красили что это было туран цвет вообще не попало блин серебра навалил а пигмент где-то там остался и пришлось нам делать передув еще да по другому что-то отрегулировали передули перекрашивать ну это то пол беды деда Олежа может перекрасить это не париться есть такие же пистолеты но чуть-чуть они идут по по они во первых такого металлического цвета там тоже по моему 0.8 но они получше вот такие респираторы у меня их три штуки то есть когда вот это засрется можно поменять просто сюда влажные салфеточки детям берете которыми попу подтирать да и руки вот берут в машине там вытереть вот такую салфеточку сюда одеваешь без всяких ну вместо предфильтра тоже очень хорошо задерживается дядя Олежа самый дешевый стоит он 23 доллара то есть работает он уже по моему год больше года о это еще при Витале было не работает он уже полтора года до этого у меня был бош со всеми навороченными фигнями тут этот бош сразу полетел этот старичок уже работает и без всяких ДВТ самая такая не очень фирма рубаночек эластичный то есть он тоже должен быть как им работать я показывал есть в уроках как работать рубанком мне нравится больше такой вот зажал шкулку чем наклеивается на котором наклеивается ну дороговато он в обслуживании ну рубанка должно быть два я даже этим привык а вообще два если у вас рука не набита один вот такой гибкий и один жесткий на алюминиевой основе обычно ну а шпателей со временем у вас будет масса то есть обычные шпателя я так вот показывал вот такие у меня да еще есть с красными ручками ну германские у меня где то есть тоже очень хорошие и вот такой вот длинный шпатель вам нужен и коротенький коротеньким вот таким удобно юбочку где то подделать длинным вот этим большие плоскости как работать с большими плоскостями я тоже показывал поищите в уроках пистолет еще дядя Олежа вот такой купил работа с этим пистолетом мне понравилась здесь вот удобно что вот это вот гнется то есть многие говорят что вот это вот бутафория нет не бутафория регулировка воздуха здесь работает подача факел дюза 1.4 неплохой пистолет понравилось как ложат факел 27 сантиметров FVLP 2 почему-то называется вот его марка ну а расход воздуха у него немножко большой конечно и конечно же компрессор компрессор это наш первый друг с пистолетом да компрессор двухпоршневой скорость 360 по-моему не особо он мощный ну хватает не сказать что совсем хватает то есть то есть двух ременный двухпоршневой ну нормальный то есть и К1 К1 это значит колхозный один кого вопрос интересует влага отделитель то есть ничего сложного обычная труба скошенный низ сливная трубочка там внутри ничего нету просто пустой приход сюда выход сюда вот этот влагоотделитель он только задерживает влагу которая идет у вас самого компрессора тема эта очень актуальна я уже говорил но новичков по когда я говорил уже тысяч двадцать еще подписчиков набралось чем хороший этот влагоотделитель так как у вас в компрессоре собирается горячий воздух да влагу какой-то поймает и вот этот вот влагоотделитель не важно он может быть и такой да но влагу то удержит но воздух дальше идет горячий горячий воздух идет по шлангам по шлангам в шлангах он остывает и получается эффект самогонного аппарата теплый воздух превращается в конденсат который попадает в дальнейшем у вас в пистолет и на поверхности у вас получаются кратеры либо масляные рыбые глаза либо просто кратеры и то есть а при этой системе воздух теплый попадает в сам влагоотделитель к 1 там он остывает осаживается конденсат и уже остывший воздух ну по мере этого возможности идет в шланги но хочу сказать если у вас уже больше 20 градусов а компрессор у вас одна поршневой то есть скачает быстро и нагревает воздух быстро да то таких влагоделитель лучше сделать спаренный то есть еще один между ними за это потому что все таки вот сегодня мне звонили у одного двадцати четырех литровый да кто не справлялся у них влагоделитель говорит все равно водичка немножко идет конечно чем меньше у вас компрессор производитель особенность прямой привод он крутит очень быстро крутит очень быстро значит нагревается воздух очень быстро да и вот этот нагрет воздух и попадает то есть а эта система вам остудит воздух и избавит вас от войны то есть да да оборудование все которое вы можете да кстати там вытяжки вытяжка вот там для вытяжки вытяжка там я тоже где-то показывал какая у меня десятитонная ну это точила и пресс то есть все это оборудование можно купить под силу каждому особенно если вы начинаете свое дело подумайте с чего вы начнете начните делать пластиковые бампера там нужен только фен и клоцик клоциком я называю вот такую вещь то есть брусок который мы и трем это из пробки но у меня там есть резиновые разные но я уже к этим привыкать и не работаю то есть допустим вы начали свое дело возьмите бампера у друзей ну за бампер там какую-то сумму назначили сделали бампер сделали три бампера купили вот например надо бампер сделать купили пистолет ну компрессор купили заработали денежек купили аппарат все потихонечку не надо все скопом сразу брать потом когда уже аппарат возьмете можете где-то сварочными работами заняться это будет еще дополнительный заработок то есть постепенно вы купите все оборудование тем более как бы у дяди Олежи все минимизировано я не покупаю там супер крутые пистолеты там ссаты там компрессоры неимоверных размеров да ну надо будет куплю то есть камеру у дяди Олежа сделал обошлась она ну пока где-то в районе двух тысяч но я думал будет в районе четырех то есть камера сделана не с бухты барахты в такой камере где-то Олежа уже работал и работал на ура прикольно система мне нравится то есть камера системы плюсовой то есть избыточного давления в камере а не минусового вакуумирующего то есть через вакуум во все щели у вас попадет грязь машина будет засасывать то есть будет засасывать ну там смотря тоже какой вакуум если не сильный то может быть там подсасывать будет но не так страшно да ну я люблю с плюсовой давлением то есть там просили показать что-то по камере ну уже давайте ребята я когда запущу еще будет много недоделок по камере еще будет много переделок по камере все это походу я буду показывать потому что часто спрашивают хотелось бы посмотреть дядя Олежа еще сам не красил толком я думаю здесь будут проблемы и с верхним коробом потому что он у нас от потолка немножко торчит и завихрение будет но когда мы его запустим то есть я посмотрю я уберу когда все недочеты тогда я покажу углы будут закрыты то есть на углу будут ящики закрывающиеся плотные там бутурей козела но я включил зарядку эта музыка будет вечной если я заменю батарейку так ладно углы значит будут закрыты камера будет такая получается со срезанными углами и верхние углы тоже будут идти под 45 градусов там будут еще дополнительные лампы то есть сколько надо будет столько и будем включать то есть дядя Олежа на электричестве не эконом то есть клиентов как бы хватает да сейчас я отказываюсь от всех клиентов надо быстрее доделать сейчас вот ребятам доделаем то есть тоже денежку заработаете дядя Олежа потому что надо и белить нам и все это делать вернее не белить а снежкой мы пока покроем стены потом в дальнейшем возможно все это будет обшиваться ну утеплителем вот этим типа фольги ну по камере еще много будет доработать пока мы не будем об этом но что еще из оборудования все можно как бы все взять подешевле да если есть возможность возьмите инфракрасную лампу тоже очень кстати помогает ну а мы продолжим немножко дядя Олежа познакомил вас с оборудованием так что оборудование есть все что нужно и сильно мозгов много не надо не надо там рваться за какой-то сатой если у вас руки не оттуда растут вам сата не поможет то есть если у вас руки растут из правильного места Валера вполне справится со своей задачей по крайней мере у дяди Олежа никто из клиентов не жаловался люди едут со всей страны не то что с Бреста да вообще кстати с Бреста у меня очень мало клиентов люди ездят с России много ездят со всей страны короче ездят люди с Бреста так не особо много хотя и есть хотя и есть брестские ребята вот ребята мол подписчики так что когда вы начнете работать не переживайте что у вас работы не будет работы хватит всем так что ну постепенно да может быть не сразу но постепенно у вас будет клиентская база ещё будет очередь так что за это не надо переживать мастер хороший мастер никогда не останется без работы и потихоньку просто вот злятся, да, подписчики, потому что дилерская вот это все отходит на второй план уже. Вот мне сколько жалоб пишут, там, делали у дилера, да сколько я переделывал после дилера, потому что люди там не все, не все, я не говорю про всех, есть хорошие работают, да, но есть просто никак так, тяп-ляп сделали, достаточно было мне, я уже не говорю про покраску, заехать на автосервис поменять колодки, это было что-то, дядя Лежа сам менял, короче, там останется, потому что подшипники не те засунули, пришлось идти менять, колодки там вообще чуть ли не так не засунули, короче, дядя Лежа сам помогал переделывать, ну да ладно, то есть отношение там совсем другое, это люди работают не на себя, когда вы работаете на себя, вы не хотите, конечно, чтобы ваше имя опорочилось, да, и стараетесь делать так, ну да, бывают косяки, я не скажу, что у нас их не бывает, бывают и бывают часто, но мы их переделываем, и об этом даже не знает сам хозяин, то есть мы переделали, мы сделали, человек ездит, человек счастлив, человек возвращается, ну, с другими проблемами, человек своих друзей приглашает, ну, как-то так, ну что-то сегодня много очень отступления, но я думаю, как бы полезно все равно, а мы врать должны, ну вот, Стас основное количество стер, и остались вот такие мелкие, и как я и говорил, берем по плоскости, и вот так вот убираем просто слой, мелкие вот эти вот, которые остались, снимаем слой грунта, как бы захватывая плоскость, и убираем не на одном месте, не по сколику, а вот так вот рядом с ним, и как видите, все замечательно уходит, совсем оно не сложным, вот такими вот движениями все убираем, ну и мелкие сколики уже заделываем, то есть здесь вот, как бы они мелкие, но в то же время будут бросаться в глаза, то есть их убираем, лучше это делать финишкой, но у нас финишки нету, мы универсалочка сделаем, мы потом подгрунтуем, но есть еще однокомпонентные шпаклевочки, ими даже, я бы сказал, удобнее, их не надо там разводить, сразу зафугачил, и все, ну то есть сколиков практически нету, здесь под номером, все сколики ушли, очень мелкие там остались, которые нам не помещают, ну и на жаре много не разводить из шпаклевки, и особенно отвердителя туда много не надо, потому что на шпателях очень быстро застывает, то есть деталь желательно шпаклевать не на солнышке, а в тени, потому что на солнышке деталь у вас нагретая, и шпаклевка, вы только ей касаетесь детали, она встает, так что, лучше меньше отвердителя и в тенечке, все это дело аккуратненько высушил, замыл, то есть летом и так все быстро получается, так что не надо торопиться. Надо склотиться, к нам тереть, здесь облезший лак, надо это снять и грунтанем вот так вот выглядит бампер, здесь мы где подмазывали еще чуть-чуть, прошлись грунтом, в принципе-то все сколики залились, ну и первым слоем, то есть когда буду красить, уже не буду объяснять, да, первым слоем проходим в те места, которые у нас другого цвета, вторым слоем уже идем как бы красить остальное, то есть много не буду снимать в прошлом уроке по покраске, нет, этого, капота, да, я показывал, так что сейчас салфеточкой убираем пыль, потому что, ну, заранее обезжирили, ну, как бы вот подача воздуха регулируется, как-то ты как вместе делаешь, ну, как надо, да, салфеточкой убираем дизонное, крошкаем гип крошкаем дизонное так, салфеточка, Красота у нас получилась. Можно поздравить, осталась только сборка автомобиля, самая внутренняя часть, ну еще подполировать там кое-что. Ну анекдот такой, я короче смеялся вообще. Муж с женой валиваются в аэропорт, короче все нагруженные, пипец, муж весь спотевший. И ворчит там себе под нос. Жалко, чего жалко, что мы не захватили с собой пианино. Та ему не остроумно. Да, но я забыл на нем билеты. Вот такой алекдот. Ну а на сегодня все, надеюсь урок вам понравился. Что-то полезное для себя вы все-таки ухватили, да? Как бы обычный день, но не совсем обычный. То есть случаи разные бывают. Ну и хотелось бы на все веселые нотки закончить. Пожелать всем здоровья, крепкого, богатырского, сибирского настроения, бодрого. Друзей побольше. Ну друг, наверное, может быть один. Ну приятелей окружающих побольше. Ну и конечно же добра и бабла. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова